Проживали в Ленинграде. Родилась в Ленинграде. Во время начала войны проживала на улице Рылеева, дом 2, квартира 15. Когда объявили то, что будет выступать Молотов, люди собрались на улице Рылеева, дом 5, потому что там был микрофон, радио. Тогда радио было очень мало у кого, поэтому люди собрались на улице. Восемь лет. Мне в мае исполнилось восемь, так что уже шел девятый год. Должны были со школы эвакуироваться. Восемьдесят шестая школа, на Пестеле, я уже забыла, записанная была туда, но не успели, не успели нас эвакуировать. И мы остались в блокадную зиму. Сперва бегали в бомбоубежище, когда начинались тревоги, а бомбоубежище было под церковью. Спас преображение, которое упирается улица Пестеля в этот собор. Бегали, тревога закончилась, бежим домой, только легли, опять тревога. И потом настоятель организовал в этом убежище, что мы там жили. Как сейчас мне сказали, что, ну подумаешь, там сто пятьдесят человек жили. То есть организовали ящики на этих ящиках. Ну все принесли свою постель, все. Поставили там две буржуйки, на которых варили, кипятили чай, варили еду отдыхающую. С нами вместе в нашем доме и по нашей парадной в квартире тринадцать жил Оси Бродский. Ну он был маленький, он сорокового года рождения. И я вот все время вспоминаю и думаю, неужели он не оставил воспоминания. Хотя Матвиенко как-то сказала, что у него где-то написано, что мы выжили благодаря вот этой церкви, под которой мы эту зиму проживали. Очень тяжелая была зима, конечно, очень тяжелая. Но у нас была мама такая строгая. Она нас трое была. Я вот старшая, младше тридцать пятого года и тридцать восьмого. Она нас заставляла на улицу выгоняла. Морозы. А она, чтобы мы не залежались, понимаете, потому что вот такое было. Женщины ходили продукты отоваривать, за хлебом ходили, занимали очередь, стояли часами, конечно, чтобы получить продукты. Один раз я помню, что мама не успела отоварить, и женщины стали ей предлагать макароны. Вдолг, Зоя, возьми, завтра получишь, отдашь. А мама у нас была такая строгая. Она вдруг не отоварила. Зоя, ну возьми. Вот десять макаронин черных таких. Значит, мама взяла и говорит, девчонки, мы на два раза разделим или сразу сварим? На четверых десять макарон. Мы, конечно, хором, мама сразу. Мама говорит, а потом что? А младше меня сестра говорит, а потом что Бог на самолете нам пришлет? И вот я вдруг, там через какое-то время, может, на следующий день, этого я не помню, раздается, кто тут Зоя Трофимова? Пришел мамин брат. Он был моряк, командовал каким-то катером или вот тральщики эти. Они из Сталина успели уйти, и здесь он был. Его семья эвакуировалась уже. Он узнал, что мы здесь, и пришел. Ему собрали его подчиненные. Там масло сливочное принесли, сахар, хлеб. Понимаете, вот у меня до сих пор это все в глазах. Понимаете, настолько запечатлелось. Ну и вот смеялись все. Говорят, правильно Марина сказала, что Бог послал. Эту зиму тяжелая была. Но потом, когда стали эвакуировать, мы эвакуировались в 27 февраля или марта. Не буду врать, уже сейчас забыла. В феврале или марта. Но еще нас... Вот я сейчас удивляюсь, как мы могли оттуда до Фильянского вокзала идти. И мама двоих на саночках везла, а я шла. Я уже идти не могла на Литейном мосту. Я говорю, мама, оставь меня, я все равно умру. Я хочу умереть в Ленинграде. Понимаете, вот 9 лет. Вот у нас сознание было совершенно другое. Ну, мама взяла меня. Взяла вторую, сняла. Она к меня посадила. Та не может идти. Мама опять меня сняла. Меня под мышку. Слушайте, сейчас трудно дойти. А тогда дошли, значит, на вокзале нам сразу дали по буханке хлеба. Вот не знаю, на всех или на человека, не буду врать. Но до сих пор помню. Пшенная каша, желтая такая. Кусок сливочного масла и сарделька. И мама нам не давала. Она нам давала по капельке. По капельке хлеба и водички. Мама еще хочет. А она боялась заворота кишок. Потому что очень многие умирали от этого. Погрузили нас в летние, вот как сейчас электрички ходят, в такие поезда. И повезли, высадили нас на Борисовой гриве. По вагонам проходили санитары. Вот против нас сидела женщина молодая с ребеночком. Он умер у нее. И она его не отдавала. Ее забирают, а она плачет, не отдает этого ребенка. И как сейчас помню, что на станциях трупы лежали, потому что выносили. Кто умирал, выносили. И складывали прямо на... Как это называется? На площадках. На перроне. Да. Потом вот, значит, привезли в Борисову гриву. Там нас опять накормили. И стали грузить на машины. Вот машины полуторки. Маленькие такие. И я помню, что, наверное, машины все были заняты. Но мама у нас была такая. Она посмотрела, что один много вещей нагрузил. Она залезла, вещи эти выкинула и посадила нас. Вот такая она у нас была. И нас довезли до Копора. Там нас в церковь расселили. Ночь мы на полу, конечно, спали. Сразу нас накормили. Я хочу сказать, почему тогда не было драк, очередей, скандалов? Почему? Почему народ был такой дисциплинированный, понимаете? Вот сейчас вот так думаем. Значит, нас там, конечно, накормили. А наутро нас поселили в вагоны. В вагоны в теплушке. Посредине стояла печка, которая топилась. И вот мы поехали. Мы поехали в Кокчетав, потому что в 37-м году мы были высланы. И там оставалась у нас бабушка. И мы поехали к ней. Мы ехали месяц и пять суток. Где-то нас пересаживали. Но при пересадке, вот с этого вагона мы пересаживаемся в другой, сперва шли в санобработку. В баню и санобработку. А обязательно. Помню, шо ходили, поёк давали, значит, продукты на весь вагон. Сколько там человек. Моя мама все время ходила. Получали и потом делили сами. Я не помню никаких скандалов, шо ты отрезал больше там в небе. Понимаете, народ был другой совершенно. Помню, что в Челябинске там тоже была пересадка. Нас кормили в ресторане. Ну, вы же сами понимаете. Тут столы накрыты и давали еду. Потом подошла какая-то женщина к нам и взяла к себе домой. Она нас привела домой. У неё вода стояла на плите горячая. И она нас всех помыла в этих корытах, как сейчас помню. И уложила в белые постели. Вот у меня на всю жизнь осталось, понимаете. Наверное, у неё на фронте были. Наверное, кто-то погибший. Что она... Это не только нас. А она всё время ходила, брала вот эвакуированных, чтобы люди хоть ночь там отдохнули. Ну, и потом дальше, конечно, погружались опять в такие же вагоны. И приехали вот в Кокчетав через месяц и пять суток. Погружались мы в 46-м году, потому что нашу площадь заняли. И отец пришёл с фронта, пока он судился. Давали что-то где-то, но у нас в центре. С 20-го года в этом доме. Понимаете? И все родственники там. Я приехала в 46-м году, потому что надо было и в школу идти. Я приехала босиком, потому что одежду что-то мама там перешивала, а обуви не было никакой. Вообще никакой. И я вот выхожу на московском вокзале. Мне надо на Лиговку-3. А тогда ходили трамваи здесь, в круговой по площади. Я дохожу до милиционера, регулировщик стоял. Говорю, Лиговка-3, где мне? Он вон, вон тот дом. Я хотела идти, он нет. Надо вернуться к вокзалу, перейти Лиговку, потом Невский. Я вернулась, не помню, куда. В общем, на третий раз он меня пустил. Ну, пришла, конечно, сразу. Мне обувь удали, там все. Я приехала одна, потому что не было вызова. Тогда же без вызова было не приехать. А вызов не мог отец получить, потому что площади не было. Площадь была занята, пока он отсудился. Ну, потом приехали родители. А я приехала, вот одна приехала, жила у тетушки. Во-первых, ну, это любимый город, это даже говорить нечего. Вы знаете, что почему-то я не помню развалин, ну, разбомбленных домов. Хотя на Литейном, вот где библиотека Лермонтова, вот этот сквер, там был дом разбомблен, и его не стали восстанавливать, а сделали вот там сквер. Еще был дом разбомблен, угол Моховой и Пестеля. Вот по этой стороне, если идти к летнему саду. Вот это я помню. Помню, потому что оттуда женщина, пианистка или кто она, она, говорит, играла на рояле около окна, а бомбежка, она никогда не ходила в бомбоубежище. И вдруг, она, говорит, отошла вглубь комнаты, села отдыхать, и этот угол отвалился их. И она пришла в бомбоубежище, вообще не уходила. Знаете, как потрясло это. Ну, стойкости желаю, только стойкости, потому что все преодолеть можно только не раскисая, не начинать скулить, как плохо. Все хорошо будет. Все будет хорошо. Хорошо. Продолжение следует...